которые делают практику рабочей. В конце практика на исполнение желаний, то, что вы заявите, то будем делать. А сегодня мы пройдем, по сути дела, по очень многим техникам. Рассмотрим, что в этих техниках работает, что не работает, что надо изменить для того, чтобы та или иная практика была рабочей. Потому что, скажем так, течений, направлений много. Есть энергетические, есть целительские, есть практики медитативные, есть танцевально-двигательные, есть с руками, есть с ногами, какие хочешь. Но у человека, зачастую человек годами занимается чем-то, зачастую меняет, синтезирует техники, а результаты как такового не наступают по какой-то причине. Поэтому сегодня я предложила разбить все техники не по привычному всем принципу. Есть принцип, например, цигун к одним отнести, йогу к другим, энергетические к третьим, телесные к четвертым и так далее. Мы сегодня все практики разобьем по другим принципам и будем рассматривать. И подход будет такой. Каждая из практик может быть в любой из групп. Например, тот же самый цигун может быть как в первой группе, так и во второй, в третьей, в четвертой, в пятой. Все это зависит в зависимости от состояния, осознанности и восприятия человека, от развития человека. Мы говорили на прошлом группе, чем менее развит человек, тем более он подвержен влияниям, внушениям и так далее. Но при этом это не значит, что человек, который, например, является сонамулического типа, то есть с повышенной внушаемостью человек, может быть недоразвитым. Нет, наоборот, это доступ к информационному полю. Вопрос, когда человеку можно словезно внушить порчу, сглаз и так далее, когда человек очень быстро верит в то, что он не понимает. Вот это связано с уровнем развития человека. Поэтому, когда человек видит технику, видит практику, и он знает, что сейчас на нем прокатывается, он от этого дела уже защищен. По сути дела, и клуб строится все время на том, что я стараюсь вам показать принцип действия, чтобы вы видели, понимали и могли эти вещи все фильтровать, неважно с какой области тема. Итак, по практикам. Первый тип практик, о котором будем говорить, это практики душевного отчаяния. Что за практики душевного отчаяния? Наверняка встречали группы людей, когда человек приходит на занятия. Ну, чаще всего это какие-нибудь техники, типа радикального прощения, танец мандала, вообще танцевально-двигательная терапия. На то же самое двое, то зачастую люди приходят в душевном отчаянии. Те же самые. Ну, гештальт, психоанализ я не беру вообще в рассмотрение, потому что это потенциальная клиентура вот там, из этой группы. Когда человек идет на эту практику, когда у него внутри есть какая-то внутренняя боль, нерешенная проблема, как я говорю, заноза под ногтем. И неважно, это боль от того, что у него есть муж или нет мужа, есть дети или нет детей, есть работа, нет работы. У каждого будет своя заноза, но это значит лишь то, что точка баланса его, то, о чем мы на прошлом занятии говорили, важная вещь в жизни человека, точка баланса находится не в области сердца, не внутри человека, а за пределами его физического тела, да. То есть она сконцентрирована на какую-то болезненную ситуацию, эта болезненная ситуация заставляет постоянно работать программа ума, программа ума разводит его на дурные мысли, на бессонницу, на энергию, еще на что-то, еще на что-то, что-то, на что-то. Это же депрессия, по сути, делает человек. Депрессия – это разновидность. То есть человек находится не в состоянии покоя, не в состоянии баланса, не в состоянии равновесия. Ты когда говорила про точку сборки, да, то есть она смещена. Точка сборки, получается, у человека смещена вне, наружу, в какую-то болезненную внешнюю ситуацию. Вот практики душевного отчаяния, их на самом деле бесконечное количество, и наибольшее количество людей, которые ходят на семинары, на тренинги, как организатор, просто этих людей очень четко фильтрую, потому что есть практики, которым этих людей просто допускать, ну, нежелательно для их же здоровья. Это основная масса людей, которые начинают заниматься саморазвитием и духовным развитием. То есть, как правило, человека выталкивает какая-то нестабильная ситуация, когда у человека внутри подрывается что-то, и ему хочется чем-то заняться для того, чтобы успокоить эту сильную боль. Из вариантов замены этих практик, например, когда человеку очень больно, он может очень много работать физически или интеллектуально. Например, во времена духовных, душевных кризисов люди писали великолепные книги, люди делали изобретения, опять-таки получали второе образование, еще и еще варианты. То есть, человек забывается в деятельности, для этого надо делать. И в деятельности человек как бы отключается от проблемы. Но, понимаете, и человек, приходя на практики, очень часто это будет йога, танцевально-двигательная, цигун, там, где есть физические упражнения. То есть, за счет физических упражнений человек отключается от болевых ощущений, но, пройдя какое-то время, вроде бы боль стихает, а проблем это не решается. Человек говорит, практика не работает. Я вот пришел на практику заниматься, вот там ходил, занимался рейки, там, гасил боль через энергетику, да, а эта практика вот мне не помогла. Когда человек в нестабильном состоянии, и это состояние обусловлено какими-то материальными, жизненными атрибутами, до тех пор, пока он не решит эти проблемы, боль не исчезнет. Если это проблема отношений, значит, надо решать проблему отношений. Если это проблема прощения, значит, надо решать проблему прощения. То есть, практика будет рабочей только тогда, когда ты не просто задом крутишь и танцешь. Когда ты поднимаешь зад, если надо попросить прощения, значит, пошел, попросил прощения. Если человек умер, сел, взял этот лист бумаги и сделал практику прощения по отношению к этому человеку, да, то есть, твое дело вывести, ведь это же, вот человек умер, он же уже завершил все дела, вообще он к тебе претензий уже не имеет, да, это у тебя к нему претензии остались, или твоя совесть там осталась. И просто танцуя или двигая чем-то, ты не выведешь этот блок из тела, сколько бы ты его не прорабатывал. Ты его вроде прорабатываешь, а он возвращается. А почему он возвращается? Душа будет возвращать энергию до тех пор, пока не изъяты очки осознания. Пока ты не понял, зачем эта ситуация тебе была дана, пока ты не прости... Что-то не трансформировал, да? Да, не трансформировал это в другое, да, в свет не трансформировал это все, как говорят, в свет творца, да, в тетахиле. Пока ты ее не изменил, эту ситуацию, внутри себя не изменил, не изъял очки осознания из нее, она не отпускается. А чтобы изъять очки осознания, на самом деле, инструментов много. Иногда человек, стоя в дереве, в цигуне, догоняет до тех вещей, до которых он бы не догнал на бумаге, да, а иногда наоборот, он совершает действие. Но есть ситуации, сколько бы ты не стоял в дереве, в цигуне, думая, что у тебя плохой муж, да, ведь отношения от этого не изменятся, пока ты сядешь с ним, не поговоришь, не решишь вопросы. Для этого человеку язык нужен. Поэтому, вот в данном случае, практика будет рабочей, любая практика будет рабочей, она приведет к душевному спокойствию, энергетическому наполнению, равновесию и так далее, в зависимости от того, какую цель ставит человек, и в чем он нуждается. В том случае, если будет совершено физическое действие. Фишка этих практик – действие. Делаешь действие, решаешь материальный вопрос, практика помогает тебе стабилизироваться и вывести тебя на другой уровень. Более того, понимаете, когда ты совершаешь действие в физическом мире, есть такое понятие силовой потенциал человека, внутренний силовой потенциал человека, внутренний силовой ресурс человека. И это второй тип практик, вот именно на этот силовой ресурс. Когда человек начинает совершать действие, занимаясь в первой категории лиц, у него он приходит в равновесное состояние, сбалансированное, и у него энергия, которая прокачивается через его тело, увеличивается поток, силовой ресурс увеличивается. За счет чего это происходит? У нас есть эго, помните. Эго связано с нашим силовым ресурсом, с нашим силовым полем, которое идет через тело в области кубка. Оно пережимает за счет своих вторичных программ, убеждений, вторичных выгод. Происходит пережатие этого потока. Если вы взяли очки осознания, вы убрали какие-то ложные программы, которые вам не нужны, поток становится естественным образом шире, когда отпускается поток, прокатывается через тело больше. В таком случае человек постоянно чувствует наполнение, у него появляются силы для того, чтобы что-то двигать. То есть начинается уже силовая часть жизни человека, когда у него хватает ресурса на все. Людей с первым типом практик, практик душевного отчаяния, им категорически не рекомендуются трансовые техники глубинные. То есть все, что касается глубоких измененных состояний сознания, в состоянии дисбаланса не рекомендовано. То есть тета-хилингом тоже нельзя? Тета-хилинг, такая техника, ее можно пробовать, просто результат будет сдвинут во времени. Человек будет какое-то время находить успокоение в том, что он един с Богом, например, в том, что он входит в свет, и он там будет успокаиваться. Но это не значит, что он сможет качественно оказывать кому-то психологическую или психотерапевтическую помощь, пока он не сдвинет свою точку баланса вовнутрь себя. Почему нежелательно заниматься трансовыми техниками? Я говорю быстро, если вдруг что-то непонятно, вы задавайте вопросы, у меня просто, знаете, темп речи обычно в такой. Почему нежелательно заниматься трансовыми техниками? Дело в том, что от состояния нестабильности до состояния, когда у человека начинает плыть в мозг, меняется реальность, до шизофрении, по сути дела, недалеко. Это не значит, что человек болен, это значит, что это все рядом. И иногда человек, находясь в очень глубинных таких состояниях, болезненных, у него идет провокация на то, чтобы у него возникли осложнения психического характера. В таком случае ему может потребоваться медикаментозное лечение, тогда нужен быть психиатр. Уже не просто психолог, а психиатр. Поэтому людей нестабильных, диагноз никто из нас не имеет права, не будучи врачом, ставить человеку. Но когда видишь нестабильного человека, понимаешь, что нестабильность видна сразу, это человек вне себя. Человек вне себя, значит, смотришь, либо ты его можешь стабилизировать, возможно, это временная вспышка, либо если ты видишь, что у человека длительное время длится это состояние, то трансовые техники, как таковые, нежелательно еще и с точки зрения безопасности того, с кем он работает. Дело в том, что, например, те же самые гипнотические техники, те же самые кодирования и так далее, они ведь идут на подстройки. То есть первично состояние транслирует тот, кто ведет. Гипнолог. Гипнолог находится в равновесном состоянии, клиент будет в равновесном состоянии. Если гипнолога вынесло, вынесет клиента. Мы идем на подстройки, это наша физиология. О подстройке очень много тем раскрыто и сказано. Поэтому, когда видишь людей в этих практиках, понимаешь, что часть из них просто социализируется в своей боли. Они приходят общаться, и у них всегда есть выгода от этой боли. Вторичная выгода от бессознательного есть всегда. Вот вы предложите человеку, человек пришел там, ну, танец мандала, скажем так, на сегодняшний день объединяет просто безумное количество женщин с больными сердцами, да. Вот он приходит, он танцует. Предложите ей решить ее вторичную выгоду, найти вторичную выгоду от этого состояния, решить, помочь ей эту проблему, дабы она стала жить по-другому. Это то же самое, что жене алкоголика предложить пойти вместе с алкоголиком, психотерапевт, то есть сказать, слушай, это же тебе выгодно сейчас, чтобы он пил, да. А ведь это на самом деле так. У нормальных психиатров и наркологов висит памятка. Лечение начинается совместное, жены с мужем. Потому что там есть вторичная выгода обоих. И вот если этим людям предложить просто тут порешить вторичную выгоду, у вас проблема будет решена. Вы изымите сознание, ситуация завершится, все будет по-другому. Человек говорит, ты говоришь чушь и убегает, а ты больше его в глаза не увидишь. Ему выгодно ходить и подменять эти темы на свое решение проблем, на вот эти темы, да. Вот к этому же типу, например, у славян очень много там родовые техники. Я, честно говоря, немножко не догоняю эти родовые техники. Я вообще много участвовала во всех этих практиках. Но я пришла к одному. Если у тебя есть проблемы по роду, да, которые перекрывают энергию, такое может быть. Когда перекрывается энергия по роду? Когда у тебя есть напряжение с родственниками? Когда у тебя есть напряжение с родителями? Там есть напряжение, там есть перекрытие. Мы эти напряжения можем сознательно следить, что вот было напряжение между мамой и бабушкой. Делаем расстановку, изымаем осознание, перепрописан свой генетический код, все, пошли, хороший расстановщик только нужен, который проведет это, если уже умер человек, да, если человек жив, родственник, например, и у вас есть с ним напряжение, там, пускай там мама твоя поругалась там с дядюшкой, да, и вдруг ты понимаешь, что у них были там ссоры, у них были конфликты, они там не разговаривают уже 10 лет, и к тебе эта энергия не поступает, ведь они же перекрыли поток родовый, то от того будешь ты медитировать на дядюшку с мамой или нет, ничего не изменится. А вот если ты приедешь к дядюшке, поговоришь, пригласишь его в гости, наладить отношения физически в этом мире, через действия в этом мире, вот, то вдруг раса, энергия пошла, и вдруг родня тебе скидывает столько полезной информации, вдруг расширяется общение, вдруг родовая поддержка расширяется. Вот это техники для реальной техники рабочей, для того, чтобы вот эта родовая поддержка работала. Просто кручение, ритуалы и так далее, они работают только мозги самого человека, но реально проявленного результата в жизни нет до тех пор, пока нет реального действия в физическом мире. Человек просто глушит боль и не решает вторичную выгоду. Во время общения с дядюшкой ты изымешь осознание, зачем это произошло, зачем дядюшка с мамой поругался, возможно, их надо будет помирить, возможно, усмирить. Там будут ситуации, когда все изымут очки осознания, и ситуация завершится. Это кармические вещи, они просто идут на завершение, на аннулирование, эти связи исчезают, энергия пошла. Все. Какие родовые практики еще нужны? Ну, через костер можно для прикола попрыгать, на самом деле. Мне это тоже нравится. Но эффект жизненный, вот в этих практиках болезненных, от действий, от материальных действий, действия нужны для того, чтобы точку, в которой находится баланса, точка баланса вашего, вашей стабильности, ее вернуть в область сердца, в свое же физическое тело. Оно возвращается через решение проблем. Это первый блок практик, который существует. Второй блок практик – силовые. Это практики, которые позволяют человеку почувствовать свой неограниченный силовой ресурс внутренний. Это практики, которые позволяют раскрыть свой творческий внутренний потенциал, когда человек начинает чувствовать силу. Например, для того, чтобы уйти с наемной работой и стать АПшником, надо силовой потенциал. Уже без силового потенциала этот шаг не сделаешь. Уже снаю... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok